Чтобы не задыхаться на тренировке, я знаю 6 правил, которые необходимо использовать. И тебе сегодня я их хочу рассказать. Меня зовут Фёдоров Сергей, я тренер CrossFit, развиваю силу и выносливость. Первое правило – просто проверь своё здоровье. Сходи к врачу, возможно, у тебя какая-то патология и проблемы с дыхательными путями, и сердце сосудистой системой. А ещё, возможно, ты просто жирный. Для этого используй калькулятор индекса массы тела, для того, чтобы проверить свой коэффициент. Ссылку на калькулятор я сбросил в описании. Для этого ролика. Второй способ – увеличить количество тренировок. Известно, что тренируешься 5 раз в неделю, в течение 2 недель твоя выносливость вырастает в 1,5 раза. Соответственно, работоспособность тоже. Но ты понимаешь, что ты задыхаться будешь вообще меньше. Предлагаю тебе тренироваться в моей группе. Она достаточно дружная. Мы тренируемся 5 раз в неделю. Программа тренировок адаптированы. Четыре варианта. Базовый, основной, базовый, облегчённый, гиревой и без веса. Поэтому всем мы рады и у всех всё получится. Перед третьим способом тебе хочу сказать, что я не рекомендую использовать эти препараты. Я тебе просто даю консультацию. Для того, чтобы ты знал, что это существует. Ты понял, третий вариант – это использование медикаментов. Актовигин, винпоцетин, тостерон, пропионат, милдранат, пироцетам, витамин С, магний В6 и немного омега-3. Четвёртый способ – это применение спортивных препаратов. Сюда входят цирочный протеин, цитрулин, бета-аланин, БЦА, омега-3, витамин С, магний В6, л-карнитин. Пятый способ – отдыхательная гимнастика. Три вида. Первый вид – глубокий вдох, глубокий выдох. Делаешь это без остановки в течение 12 минут. Закройся голова, остановись, отдышись и продолжи. 12 минут на работу. Второй способ – вдох на раз, выдох на раз, два, три. Точно так же работаем на 12 минут. Закройся голова, остановись, опять отдышись. Посмотри, в какое время тебе стало уже не по себе, для того, чтобы удлинить это время дальше. Таким образом ты будешь развивать свою дыхалку. И третий способ – это глубокий вдох, пауза на раз, два, три, медленный выдох, пауза на раз, два, три. Глубокий вдох на раз, два, три, пауза и так далее, так далее. Так же 12 минут. И шестой способ – это тренировочный. Два вида тренировок, которые способствуют непосредственно развитию отдыхалки. Первый – это табата. Ты знаешь, что это такое, да? 8 раундов, 20 секунд работы, 10 секунд отдыха. Любое упражнение. Выполняй, дыши и тебе понравится. Ты увидишь, как растет твоя выносливость. И второе. Второй прием – это тяжелое упражнение. С чем-то тяжелым на 3-5 повторений. В течение 15 секунд. И 45 секунд – это легкое кардио. И так ты выполняешь 10 раундов. Попробуй выполнить хотя бы один из приемов, и ты увидишь, как это работает на тебе. На этом все. Подписывайся на канал. С тобой был тренер CrossFit. Федоров Сергей, тренер силы. И у нас в гости. Пока.